Стартовала экологическая акция «Вода России. Берег добрых дел». До июня этого года водоемы городского округа будут очищать от мусора. Также в рамках президентского проекта планируется привести в порядок береговые линии водных объектов. Как прошел первый день экологического марафона, расскажет наш корреспондент. Первая коллективная уборка прошла в поселке Томилино. У реки Пихорка собрались сотни жителей городского округа Люберца. Экологическая акция объединила людей, которым небезразлично состояние водоемов. Их поприветствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Я всем благодарен, кто сегодня участвует в этой акции. Я думаю, что сегодняшняя акция даст некий импульс. И вы это переводите своим сверстникам, родственникам, близким, что нужно порядок наводить, нужно содержать в чистоте. Поэтому, я думаю, этот импульс позволит нам еще более украсить нашу Люберецкую землю. После торжественного старта началась раздача инвентаря и работа закипела. Пока одни участники акции очищали береговую зону от накопленного мусора, другие избавляли ее от аварийных деревьев. Очищали не только берег, но и саму реку. Мусор с воды собирали с помощью катера. Активное участие в экологической акции приняли представители спорткомитета. Ведь на этом водном объекте тренируются байдарочники. Для них это интересно, излюбленное место. И, конечно, хочется им создать условия для того, чтобы они не в свинстве тренировались, а в нормальных условиях. Понятно, что у нас не везде есть преграды водные, и это им условно подходит. Всероссийская акция «Вода России. Берег добрых дел» – часть национального проекта «Экология». Впервые она прошла в 2014 году. Сегодня эта акция считается крупнейшей экологической инициативой в стране. За семь лет она объединила более шести миллионов человек. Это важно не только для нас, старшего поколения. Это важно, в первую очередь, для подрастающего поколения. Здесь очень много детей, которые, в принципе, с нами участвуют в этой акции, которые потом передадут по этапу уже и своим детям. Много молодёжи, которые им жить дальше, им жить дальше. И, по большому счёту, это их земля, их реки, их водоёмы. Около 10 километров реки Пихорка и 5 километров реки Македонка станут чище благодаря масштабному экологическому проекту. Чтобы справиться с таким объёмом работы, акцию разделили на три этапа.